Библейский портал экзегет.ру представляет Ну что ж, дорогие братья и сестры, всех поздравляю с праздником Входа Господня в Иерусалим. В этом празднике словно сходится Ветхий и Новый Завет, потому что в самом восседании Иисуса Христа на осленке, на том животном, который должен в последующем быть запряжен в ярмо. Ведь для евреев ослы были самыми производительными, самыми эффективными домашними пособниками. Они, в отличие от русской земли, использовали не коней, а ослов для транспортировки грузов, для перемещения с места на место, потому что в гористой местности Иудеи конь, прожорливое огромное животное, занимающее много места в хозяйстве, не сгодится. Так вот, исполняя пророчество Ветхого Завета на том животном, которое считалось рабским, то есть это такой некий осленок, это домашний раб. И вот он восседает на этого подъяремного осленка, въезжает как царь, ему постилают одежды, как ковры сейчас вот мы постилаем, или дорожки президента. Вот, его встречают с пальмами, ветвями, срезая по пути, постилая также на дорогу. Вот, он идет на страсть с тем, чтобы в своей крови на кресте заключить новый завет, который пишется уже не на скрижалях каменных, не на папирусе, а пишется на скрижалях сердца. И вот книга пророка Исаии, которая стоит в центре внимания, страстной седмицы, потому что очень много пророчеств из Исаии находит отражение в всех четырех Евангелиях, является тем самым пятым Евангелем, который стоит посередине, на границах двух заветов, которая суть об одном. Ну, а сейчас мы с вами продолжаем изучать Псалтырь. Вот книга, которая также содержит много пророчеств, мессианских пророчеств, о чем мы сейчас поговорим. Итак, шестая кофизма, и сегодня мы рассматриваем сороковый Псалом. Наши лекции записываются в Срединской духовной семинарии и размещаются на портале exeged.ru. «Большая часть сорокового Псалма, она похожа на жалобу. В начале Псалма восхваляются те, кто заботится о бедных. Такого человека Господь убережет от смертельной опасности и поддержит во время болезни», говорит автор Псалма. А затем псалмопевец приходит к разговору о себе. «Он болен, брошен друзьями, враги дожидаются его смерти». В конце Псалма автор словно ставит Богу условия. «Из того я узнаю, что ты благоволеешь ко мне». И дальше «если». Конечно, он надеется, что Господь ответит. Отгонит врагов, вернет здоровье. Можно предположить, что автор Псалма причисляет себя к тем, кто как раз оказывает попечение о нищих. Поэтому в минуту скорби и телесной немощи он, конечно, рассчитывает на помощь от Господа. Пришла ли эта помощь или нет, вот мы сейчас как раз узнаем, рассматривая Псалом. «Сердцевина Псалма» — это яркое описание страданий больного. Это описание занимает большую часть текста. И поэтому иногда Псалму дают такой альтернативный заголовок. «Молитва больного и одинокого человека». Реалистичность описания страданий. Уже в древности, как свидетельствует блаженный Феодорит Кирский, подвигала толкователей видеть в настоящем тексте образ царя Языкии. Языкии. Языкии был смертельно болен, и на смертном одре, на ложе он плакал со слезами. «Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно, и делал угодное в очах твоих». Эти слова напоминают первые стихи с 40-го Псалма. И, как известно, Господь услышал молитвы Языкии, об этом повествует пророк Исаия, и продлил ему жизнь еще на 15 лет. Несмотря на параллели с Языкией, потому что действительно сокрушение собственных грехах и телесная болезнь, ну, как-то меньше напоминают нам образ царя Давида, который в добром здравии до последнего часа проживал свой век. Тем не менее, лингвистический анализ древнееврейского текста показывает, что язык Псалма очень-очень архаичный. В какой-то мере он труден для перевода не только на современные языки, но и на древнегреческий язык. Поэтому древнегреческий перевод этого Псалма некоторые исследователи называют корявым, не очень удачным, потому что архаичный оригинал, он не дает маневров для толкователей. Описание больного и притесненного человека, если сравнивать с литературой из Угарита, напоминает рассказ принца Яссива по одному из соответствующих литературных памятников. Следовательно, нет никаких оснований датировать основную часть Псалма эпохой позже Давида. Последний стих, по которому Израиль призывается благословлять Господа от века и до века, некоторыми экзегетами во времена святителя Афанасия Великого считался завершением первой части Псалтыри. По свидимости, деление всей Псалтыри на пять книг, которое сейчас принято в науке, оно было не единственным в древности. И, следовательно, в первый раздел Псалтыри могло входить в большее или меньшее число Псалмов, чем сейчас. В любом случае, последний стих Псалма, описывающий всенародное словословие Израиля, как считают большинство исследователей, он появился гораздо позже, чем основная часть 40-го Псалма. Ну, теперь рассмотрим более детально стихи 40-го Псалма. Стихи 2-й, 4-й. Если допустить, что первая часть Псалтыри – это завершающийся, собственно, 40-м Псалмом, это прежде всего сборник царских гимнов. Мы уже как-то говорили на одной из лекций, что первые два Псалма, они являются своеобразным вступлением во всю Псалтырь. А следующие, с третьего Псалмы, они почти все озаглавлены, имеют надписание «Давид» или «Давиду». Следовательно, и главным героем 40-го Псалма должен быть царь. Благочестивый правитель государства должен заботиться о бедных, обездоленных гражданах своего государства. Первые стихи Псалма как раз об этом говорят. «Блажен, кто помышляет о бедном». Слово «бедный» – «даль» в данном тексте имеет очень широкое применение. Это, прежде всего, безнадежный человек во всех смыслах этого слова. Нищематериально, бедный, голодный, худой от недостатка пропитания, не имеющий места для ночлега, убежища. Тот, кто не может сам за себя постоять в суде, занимающий низкую социальную ступеньку в обществе. В общем, если подвести итог, это слабый и беспомощный человек. Слово «помышляет» описывает такой образ жизни, скорее всего, человека, облеченного властью, который внимательно следит за каким-то делом, присматривает за его результатами, старается добиться успеха, с мудростью реализовывает какое-то начатое дело до конца. Это подразумевает соответствующее принятие решений в каждой конкретной ситуации, а не просто какую-то подачку или какую-то небрежную помощь беднякам. «Тот, кто заботится о бедных, тот блажен». Первый псалом открывался обещанием блаженства всякому, кто не ходит путями нечестивых. Второй псалом завершается обещанием блаженства тем царям, которые будут служить Господу со страхом и трепетом. В данном псалме вслед за обещанием блаженства следует уверенность, что такого благотворителя Господь избавит от бедствий. Эта мысль вполне соответствует той концепции второзакония, что верный Богу народ получит от Господа в наследство землю, хороший урожай, приплод скота, а также защиту от врагов. Враги, цитирую, «одним путем выставят против тебя», это такая поговорка во второзаконии, «а семью путями побегут от тебя», то есть разбегутся на все четыре стороны, говоря русской метафорой. Человеку, который регулярно совершает жертвоприношение в храме, демонстрируя тем самым свою набожность, благочестие, Псалом 20 обещает поддержку в день печали, «Благая весть Иисуса Христа также подразумевает какое-то воздаяние на том свете за дела милосердия. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». Однако четвертый стих данного Псалма показывает некоторое несоответствие обещанного той реальности, с которой сталкивается Псалмопевец. «Несмотря на все дела милосердия, он все же заболел какой-то тяжелой болезнью, которая приковала его к постели». Пятый, десятый стихи. Псалмопевец признается, что, конечно, он не безгрешен. Его болезнь пришла как наказание за грехи. «Его враги тайно надеются на смертельный исход болезни. Ненавидящие его шепчут между собою. Слово «велиала» пришло на него». Если учесть, что за русским словом «велиал» стоит далеко не хананейский божок, а согласно терминологии оригинального текста, здесь стоит указание на пустоту и тщетность. Следовательно, слово «велиала» – это указание на злорадство, на острое, отравленное слово, которое подобно стреле. Аналогичное выражение в 63-м Псалме, абсолютно аналогичное, переведено на русский язык как «язвительное слово». Следовательно, здесь речь идет не о какой-то магии слов «велиала», а речь идет об острословии, о неком жале, ядовитом изречении. Ссылка на близкого человека, человека мира, свидетельствует, скорее всего, исторически об Ахитофеле, который присоединился к врагам Давида в трудную минуту. Близкий друг стал предателен. Ахитофел был в числе заговорщиков, которые вместе с Авесоломом, по-видимому, уже готовили пирушку, застолье, чтобы отпраздновать победу над Давидом. Тяжело больной Давид в старости лет уже мало мог сопротивляться своему могучему и пользующемуся авторитетом сыну. Приводя слова «Едущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою». Иисус тем самым намекает на предательство Иуды. Есть хлеб за одним столом в мышлении древних евреев означало быть в тесной связи с ним и быть связанным взаимной благорасположенностью и благодарностью. Поэтому предательство после общей трапезы было глубоко шокирующим для людей, живущих на Древнем Ближнем Востоке. Стихи 11-13. Когда взгляд псалмопевца отрывается от болезни и от врагов, когда он обращается к Богу, к Нему возвращается былая уверенность. Он раскаялся, он знает, что Господь не желает гибели грешников. Поэтому он воспрял духом и просит дать ему возможность самому, как царю, отомстить врагам. 11 стих. Это, правда, не означает, что Давид буквально воспалал гневом и жаждал кровавой мести. Напротив, он знал свои недостатки достаточно хорошо и поэтому позволял таким личностям, как семей, идти рядом и злословить, успокаивая себя такими словами. «Может быть, Господь призрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за терпелишнее его семей злословие». Стих 14. Каждая из пяти частей псалтыри заканчивается словословием, восхвалением, состоящим из двойного произнесения каких-то ключевых слов. Например, «Аминь, аминь», «Аминь», «Аллилуйя» или повторением слова «Аллилуйя», «Хвалите Господа». Как это мы видим в других частях псалтыри. Несмотря на перемены настроения и разных жанров, как мы видим, псалмы постоянно возвращаются к главной теме, обозначенной в еврейском номиновании сборника поэтических текстов священного писания «Тагелим». Данное название буквально означает «хваление». Этим заканчивается каждая часть псалтыри. Слова о человеке, который ел хлеб мой, «Поднял на меня пяту», цитируется в Евангелии от Иоанна. Намекая на предательство одного из учеников, Иисус Христос ссылается на данный псалом со словами «Да сбудется Писание». Следовательно, перед нами не просто молитва нищего, но нравственно-назидательный текст мессианского характера. Поруганный, тяжело больной, оставленный даже самыми лучшими друзьями Давид был прообразом бога-человека, взявшего на себя немощи людей и понесшего болезни. Его предал один из ближайших 12 учеников. Его смерти с нетерпением ожидали родственные по крови друзья – иудеи. По словам протерея Георгия Разумовского, происходившее в меньшей степени с Давидом на Иисусе Христе совершилось в полной мере. Почему этот псалом и относится к числу прообразовательно-мессианских псалмов? Автор 40-го псалма, царь Давид, молится о помиловании и исцелении. Он осознает, что телесная болезнь последовала за недугами душевными. Следовательно, после прощения Богом грехов должно последовать исцеление тела. Эта идея перекликается с текстами Нового Завета. Иисус Христос, подавая тому или иному расслабленному исцеление от телесной болезни, сначала отпускал грехи. Убеждал исцеленных впредь не грешить, чтобы не случилось чего-то худшего. Эта идея нашла свое отражение и в православном богослужении. В молитве великого словословия, которая читается или поется наутренне, слова «Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яка согреших ти». Вся церковная община едиными устами молит Господа о помиловании грехов и исцелении души и тела всех членов церкви, каждого присутствующего за богослужением. Я вам привел мысли блаженного Феодорита Кирского, который относит к посолому к более поздней эпохе, к царю языки. Опираясь на современные данные науки, один из немногих случаев, когда библейская критика, то есть библейская наука, нам служит в помощь, а не наоборот в критику самого текста. Действительно, прочитывая памятники ближневосточной письменности, в частности из Угарита, это место, если сейчас мы посмотрим на карту Ближнего Востока, там, где находится юго-западная граница со Средиземным морем Ливана, то есть это долина, так сказать, предморье, поморье на юго-западе Ливана современного. Так вот, оказывается, что библейская письменность, она имеет многие параллели, и имея уверенность в датировке памятника в той эпохе, тем самым мы усиливаем наше мнение в отношении датировки псалмов. Вот так, где-то в другом месте, по-моему, в следующем псалме, а может быть в этом я не обратил внимания, у нас есть упоминание Бога по имени Эль, не Элохим, не Ягве, а Эль. Это тоже говорит о архаичном библейском языке, который датируется периодом Давида. Вот так. Так что не всегда святые отцы нам дают верный ключ к пониманию историко-географических особенностей в составлении того иного текста.